Сегодня заключительный день работы Международного инвестиционного форума Аграюг-2017. В Ставрополь он проходит уже в третий раз. Идеальное земледелие, инвестиции и инновации. Куда движется сельское хозяйство региона? Итоги важного события в мире АПК в сюжете Ирины Ивановской. Наши аграрии знакомятся с новыми партнерами, одновременно выбирают альтернативы для своих производств, где лучше, качественнее и дешевле, или изучают новые направления в сельском хозяйстве, например, биоудобрения. Это новое направление, достаточно перспективное. Посмотрим, какие точки соприкосновения мы можем найти, потому что нам это интересно. Потому что наша продукция, прежде всего, это эко. Бренд эко выбран не случайно. У нас учредители ставят задачу, прежде всего, вкус, экологическую чистоту, а после уже урожайность и все остальные показатели. А вот итальянские аграрии заинтересованы не только в поиске местных покупателей своей техники или саженцев. Больше всего, в данный момент, интересует продукцию. Больше, чем конкретная технология по вырожайству. И, в том числе, наша ставка на ближайшее будущее, это именно развитие вырожайства здесь биопродукции, потому что у нас на это есть большой дефицит, и здесь есть огромный потенциал развития. Еще особое внимание иностранцы обратили на возможность диалога крупных торговых сетей и мелких производителей. Два дня в краевом центре работали площадки инвестфорума «Агроюк-2017». Участники, а это около 600 человек, не поместились в один зал. Трансляция шла параллельно еще в трех дополнительных. Форум объединил в себе больше 80 авторитетных экспертов, руководителей крупных агрофирм страны и порядка 50 инвестпроектов по растениеводству и животноводству. Как лучше сделать, в каком направлении работать, как прищупать рынки, для чего эта продукция нужна. И, кстати, все это объединить, нам ставить задачу наш президент. До 2020 года Россию мы должны накормить отечественными продуктами питания. Знаковым событием форума стало подписание крупнейшими представителями агробизнеса и правительством в крае трехстороннего соглашения о старте строительства Центра агрохимических технологий. Его стоимость 150 миллионов рублей. Агрохимические технологии, они подразумевают под собой исследование почв, проведение почвенного анализа и понимание того, что необходимо конкретно на конкретном поле, конкретному сельхозпроизводителю для выращивания вот этой конкретной культуры. Заодно заявили и о будущем инвестпроекте в Невиномыске. В логистическом центре для удобства потребителей и дистрибьюторов. Финальной точкой форума стала церемония награждения лучших компаний Юга России. Среди номинаций – самое динамично развивающееся предприятие, инновационное развитие, устойчивый рост и другие. Судили исключительно по фактам и цифрам. Способ признания тех лучших ведущих компаний и их достижений, для того, чтобы их прежде всего поощрить и наградить, но и самое главное – вдохновить, я бы сказала, других участников. Результаты же сегодняшнего общения и взаимодействия «Агрария» обсудит уже на форуме следующего года. Ирина Ивановская, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение.